Здравствуйте, это Посткриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о маркировке лекарственных средств. 1 июля это новшество закона вступило в силу. У нас в гостях руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия Департамента медицинского и фармацевтического контроля Карагандинской области Дарья Росовская. Дарья Росовская родом из Тимиртау, имеет дипломы Тимиртауского медицинского колледжа по специальности лечебное дело, Карагандинского государственного медицинского университета по специальности общественное здравоохранение и Академии Болошак финансы. С 2013 года работала в департаменте госсанэпиднадзора Тимиртау, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области, затем в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области. В последней должности руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия областного департамента мед- и фармконтроля. С ноября 2022 года. Дарья Евгеньевна не замужем, любит чтение, рисование, компьютерные, программные и технические новшества. Пение. Здравствуйте, Дарья. Скажите, пожалуйста, вот это новшество, оно долго готовилось, и уже заранее представители аптечного бизнеса были активно против. Они говорили, что это очень сложно, это дополнительная нагрузка на них, это повышение цен на лекарства. Скажем так, вот началось все. Как оно все началось? Ну, на самом деле, все началось еще в 2019 году, то есть Министерство здравоохранения занимается этим вопросом с 2019 года, а в 2020 году постановлением правительства, 568 и 10 сентября, лекарственные средства были внесены в список, в перечень товаров, подлежащих маркировке. И вот, то есть, 1 июля маркировка лекарственных средств обязательна. Ну, все равно долго оно вступало в силу, оно все. Да, был проведен пилотный проект, он проводился в два этапа. В первом этапе приняло участие 23 организации, которые имеют оборот лекарств. Это производители, отечественные и зарубежные, медицинские организации, дистрибьюторы и аптеки. На втором этапе с 2022 года были промаркированы 90 наименований лекарственных средств, то есть, сейчас они, в принципе, есть на полках, но только они еще не реализуются по системе маркировки. То есть, все это было пробно? Это было пробно, да. И вот, все-таки, первые шаги как прошли? Ну, на сегодня у нас по области, у нас два отечественных производителя. Это Карагандинский фармацевтический комплекс и Формация-2010. Они готовы, они зарекистрированы в системе, оснащены необходимым оборудованием. И наладили свои системы, интегрировали свои учетные системы с системой единого оператора. У нас семь аптечных складов, они тоже готовы, оснащены необходимым оборудованием. Единственное, там некоторые моменты, ну, то есть, процесс приемки, отпуска, он налажен, но некоторые моменты еще они дорабатывают информационные. Давайте еще раз тогда расскажем о том, для чего была, для чего вводилась маркировка, что это дает? Маркировка – это, получается, нанесение на упаковку товара индивидуального кода, который содержит данные о производителе, серийный номер и защиту от взлома. То есть, маркировка, что именно лекарственных средств, да, то есть, она поможет усилить, повысить эффективность фармаконадзора, усилить контроль за качеством. Лекарственных средств, предотвратить поступление фальсифицированной продукции. Ну, и в целом, планирование закупа лекарственных средств, если говорить о медицинских организациях, более эффективное использование. То есть, можно проследить весь жизненный цикл лекарственного препарата от производителя до конечного потребителя. Но вот эту маркировку, ее просчитать могут только специалисты, например, специалисты вашего департамента? Или любой потребитель тоже может как-то информацию оттуда извлечь? Любой потребитель. Любой потребитель может скачать мобильное приложение бесплатное на КТИОНЫМ, где путем наведения камеры на вот это дата-матрикс-код. Он квадратненький такой, он отличается от QR-кода. И там выходит вся информация. То есть, от производителя, если этот препарат был везен в страну, то там будут данные. То есть, вся смена собственников. То есть, первый собственник, например, производитель. Потом он передает эти коды товар дистрибьютору. И дистрибьютор в дальнейшем передает аптеке. То есть, вот эти все этапы передачи, они будут видны. Смена собственника. Ну, это защита от контрафакта. Но, тем не менее, у нас-то люди изобретательные. И тут же могут что-то наносить на пачечку какие-нибудь рисунки. И как будто это все. Код очень индивидуальный. То есть, все коды, они будут в этой системе. То есть, например, если сейчас отсканировать российский датаматрикс-код, то он выйдет. Код в системе не найден. И также там можно сразу подать обращение. А почему российский не найден? Ну, потому что у нас будут наши коды. Эти коды будет выдавать единый оператор. То есть, единым оператором у нас признан казактельком. Хорошо. Предприниматели сразу, в первую очередь, говорили, что это очень сложно, что это затраты времени, нанесение это все. Нужны дополнительные сотрудники, дополнительное оборудование. И все это скажется на цене лекарства. То есть, предприниматель вынужден будет эти затраты вкладывать в цену. Об этом говорят предприниматели в сфере розничной реализации. Ну да, это уже конечные аптеки. За код аптеки не платят. В аптеки уже поступают готовые препараты. В принципе, если они, лекарственное средство уже с кодом, если у них отлажены все моменты, сейчас я расскажу, да, что там, какое необходимое оборудование, как это все происходит, то они просто продают так же, как и продавали. Хорошо. А на аптечные склады, которые заниматься как раз будут, или производитель? То есть, для них это сложности? Сложности там… То есть, стоимость одного кода, одного куда-то матрикс-кода составляет 2 тенге 49. Короче, около 3 тенге. Да, меньше 3 тенге. Препараты, которые стоимостью менее 100 тенге, они, коды будут выдаваться бесплатно. И там в ценовом диапазоне, то есть, у нас есть лекарственные средства там до 1000 тенге, и от 1000 до, ну, уже крупных цифр, да, до миллионов. И, то есть, с учетом стоимости препарата для производителя это, ну, не столь затратно. Ну, то есть, возможно, повышение цен – это в пределах 2-4%. Но, тем не менее, а насколько эффект уже вы увидели, то есть, хотя бы в результате пилотного проекта? Ну, пока у нас в области еще маркированных лекарственных средств нет, потому что уже в работе через систему маркировки подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля. То есть, пока ли в аптеке продают еще старые запасы? Да, и в аптеках есть запасы, и на складах есть запасы. То есть, сейчас будет такой переходный период, когда в обороте будут и маркированные, и немаркированные препараты. Но это все равно облегчит работу департамента, контролирующие функции? Ну, это в первую очередь направлено на безопасность населения, на безопасность страны, предупредить какие-то риски, связанные с ввозом поддельных лекарств. Я напоминаю, сегодня мы говорим о маркировке лекарственных средств, и у нас в гостях руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия департамента мед и фарм-контроля Карганинской области Дарья Росовская. Дарья, вы говорили, что там оборудование специальное какое-то. Расскажите, что там именно применяется? Если для аптек, есть несколько способов работы. То есть у нас в аптеке делится на прием товара и реализация. То есть есть несколько способов приема товара. Когда дистрибьюторы получают акт приема-передачи уже в системе маркировки. Получается, акт приема-передачи можно принять через мобильное приложение, бесплатное, NS-фарм называется. Но для этого нужно быть зарегистрированным в системе ИСМЕД. Ну вот информационная система маркировки прослеживаемости товаров. На сайте Казактелекома. То есть там регистрация абсолютно несложная. Мы всем скидывали инструкции. В принципе там все доступно. Кто не может, приходит к нам. Мы помогаем. Принять могут через мобильное приложение. В личном кабинете с использованием 2D-сканера. И там опять же делится. Если аптека информатизированная, у нее есть учетная система своя, бухгалтерская. Есть два варианта. Они либо интегрируют свою учетную систему с информационной системой маркировки. Что облегчает им в принципе жизнь. Но если это как-то проблематично сложно, они могут не интегрироваться. То есть для аптек эта интеграция не является обязательной. Они могут просто работать через личный кабинет. А реализация, то есть она уже непосредственно связана с отпуском через контрольно-кассовую машину. И там тоже можно через ККМ с подключенным 2D-сканером. Через мобильное приложение именно реализацию продажу нельзя сделать, потому что нет взаимосвязи с налоговыми отчислениями. Но через мобильное приложение можно вывести из оборота, если это брак, какой-то истекшие сроки годности. Там создаются такие документы. Как минимум 2D-сканер нужно им приобрести. 2D-сканер, да. Дорогое оборудование? В пределах от 9 до 25 тысяч. То есть все равно затраты есть. Потом должен быть какой-то человек, который сканирует. То есть это затраты времени, это трудоресурсы. Смотрите, они будут принимать единым кодом. Создается агрегационный код. То есть, например, дистрибьюторам поставляют, ну вот, коробка, да. И там все, что заказывала, да, аптека, коробочки, лекарства, препараты, сложенные. Они не будут принимать каждую упаковку. То есть на коробке будет единый код. Они его сканируют. И то есть они потом могут сверить коды, конечно, бывает всякое, пересорт, да, там какое-то несоответствие. Потом они выставляют дистрибьютору от несоответствия, ну то есть и происходит замена. А в целом, то есть то, что это будет долго, что там целый день понадобится, чтобы принять от одного поставщика товар, нет. Ну то есть, за простыми словами, зря температурят. Да. А вот все равно какой-то эффект, как вы ждете, вот чего в результате? Насколько у нас много контрафактного товара на рынке, да, вот, например, в Карагандеево области, которого мы сейчас хотим избежать? Ну, честно, я сейчас вам не скажу. Ну, а вообще, насколько часто вот, ну там, из практики встречаются, когда в аптеках попадается какое-то, не знаю, лекарство пустышки, как их называют, или бракованные? Ну, бракованные... Ну, не бракованные, контрафактные, так сказать, поддельные. Контрафактные, ну, последние года у нас не было в области зарегистрировано. Не было, да. Ну, какого эффекта ждете? Ну, вот смотрите, именно контрафакт, да, чтобы это была подделка, мы не сталкивались, то есть у нас не было обращений последние несколько лет точно по нашей области, но бывает реализация незарегистрированных лекарственных средств. То есть все лекарственные средства, они должны быть зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий. То есть если это лекарственное средство не зарегистрировано, то оно не может реализовываться на территории Республики Казахстан. А как попадают такие лекарства? То есть как бы каким-то индивидуальным заказом поставляют или что это? Как попадают я не скажу. Ну, а вообще, в принципе, у вас нет никаких контрольных закупок, например, чтобы проверить те лекарства, которые у нас на прилавках? В целом, в предпринимательском кодексе есть контрольный закуп, но пока у нас эта функция не реализована. Понятно. В целом оно планируется. Что-то важное еще есть, что я не спросила у вас? То есть какая-то информация, которую нужно знать потребителю? Именно потребителю нужно, в принципе, я уже проговорила, да, про мобильное приложение. Ну и вообще в случае, если сталкиваетесь, да, с нарушением, видите, да, какое-то нарушение фармацевтической деятельности, всегда можно обратиться в департамент, написать обращение, либо прийти к нам, да, либо заказным письмом по посту, либо через ЕУТНИШ. Угу. Ну вот, кстати, по злочию хочу сразу сказать, вы контролируете ведь не только лекарства, но и медицинские услуги. Вот к нам на телевидение очень часто люди обращаются, люди, когда считают, что неправильно оказали медпомощь, там, врачи, например, допустили халатность или врачебная ошибка или что-то. Все это проверяет ваш департамент. Да, наш департамент. Потому что мы тоже часто говорим людям, что мы не специалисты, мы не можем определить, правильно поступали врачи или нет, и мы переправляем к вам. Да, все правильно. Правильно. Насколько много у вас обращений таких? Ну, обращений у нас достаточно много в районе, сейчас я точные цифры не назову, но вообще обращений в районе 600, мне кажется, в районе 650 было за прошлый год. То есть каждый день примерно два обращения есть? Да. Насколько сложно расследовать? То есть каждое обращение, это ведь не так просто, это целая проверка. Да, по каждому обращению открывается проверка. Бывает, что по одному обращению нужно проверить несколько медицинских организаций. Ну и у вас сколько сотрудников, как вы успеваете? У нас 20. 20 сотрудников. Ну, в принципе, вы такой объем охватываете? Да, у нас на самом деле очень большой объем работы, плюс прокуратура часто привлекает нас в свои проверки. То есть за этот год мы уже перевыполнили все предыдущие года по прокурорским проверкам, у нас уже более 200 только прокурорских проверок. Какой процент обращений, которые к вам поступают, подтверждается? Ну, то есть вот доводы оказались обоснованными, претензии тоже? Я, знаете, сейчас точно вам не скажу. Ну, хотя бы примерно. То есть большая часть, меньшая часть? Мы делим обращения на обоснованные, частично обоснованные и необоснованные. Вот если взять обоснованные и частично обоснованные, то их большая часть. То есть люди не зря жалуются? Ну, да. Параллельно с вами ведь еще и фонд медстрахования тоже проверяет организации? Они под двойным контролем у нас? Да, ну, у фонда как бы свои вопросы. Ну, понятно. У нас свои вопросы. Но все равно, насколько ваша работа сложная, тяжелая или, наоборот, интересная? Работа интересная, на самом деле интересная, потому что все время сталкиваешься с какими-то ситуациями, приходится изучать что-то новое постоянно. Расширяешь кругозор свой. Еще, наверное, хотелось бы сказать, да, руководителям аптек, в целом у нас сейчас уже по аптекам готовность в районе 90%, но остаются как бы сопротивляющиеся товарищи, что не нужно бояться. Сейчас такой, да, век интернета и прочего, да, есть много информации, да, много информации, как бы и не вся информация является достоверной. Вот, потому что разговариваем с предпринимателями, их напугали там какими-то штрафами, что если они сейчас зарегистрируются, если они что-то там не вовремя примут, не вовремя куда-то нажмут, что сразу будут там штрафы от 500 тысяч, как бы. Хотелось бы сказать, что это не соответствует действительности. Штрафные санкции, они будут в последующем, но они будут за то, что, наоборот, предприниматель не участвует в маркировке. Ну, в основном, получается, это касается производителей и, скажем так, посредников, которые эти лекарства завозят в страну, правильно? Ну, основная нагрузка на них, да. То есть это им нужно будет все контролировать, следить, сканировать, регистрировать? Ну, коды получают они, да. А получают они их откуда? Казактелеком. То есть он как-то их интегрирует, да? Казактелеком – это вот единый оператор маркировки прослеживаемости всех товаров. А почему у нас телефонная компания этим занимается? По итогам конкурса по становлению правительства. Интересно. То есть сами аптеки особо никак не отвечают за это? То есть их дело просто принять, продать? Принять, да, сверить коды, что они действительно подлинные. Если на уровне аптеки выявится какая-то поддельная продукция, то кто за это будет отвечать? На уровне аптеки… Ну, то есть потребитель вот купил, просканировал, выявил, сообщил вам? Ну, будем разбираться, будем разбираться. То есть будет проверяться вся цепочка, да? Да, будем разбираться, конечно. Дарья, спасибо вам большое за то, что вы нашли время к нам прийти. Спасибо за ваши ответы. Я напоминаю, в гостях у нас была Дарья Росовская. Это руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия Департамента фармацевтического и медицинского контроля Карагандинской области. До свидания. Департамент фармацевтической деятельности и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия.